здорово это шамшурин всем скорейшего мира ребят и так в этом видео я решил рассказать вам о четырех различных ситуациях которые достаточно часто возникают в отношениях женщинами при знакомстве нас перед свиданием на свидание в переписке и мужчин зачастую не знает как их интерпретировать эти женские какие-то реплики фразы и не значит им делать собственно говоря здесь я рассмотрю четыре таких которые мне сейчас пришли в голову но они по сути не мне пришли в голову люди спрашивают у меня в закрытом чате где-то еще то есть что делать в этой ситуации что делать в этой ситуации значит прежде чем я вам это все расскажу в двух словах что сейчас у меня появился канал в телеграме который я создал как раз для того чтобы каждый из вас мог непосредственно задавать эти вопросы какие-то там будут эфиры там будут и разборы там будут возможно задавать в мне и моим коллегам всей нашей команде вопросы я постоянно буду какие-то темы там актуализировать то есть это такой некий аналог место для общения в общем это круто там я позже здесь по здесь позже об этом расскажу ну и соответственно самое главное то есть у меня есть игра для вас ребятушки то есть игра сыгра в которую вы она абсолютно бесплатная это может делать каждый желающий она для любого возраста вы в нее сыграете в телеграме в специальном боте и окажетесь в семи различных ситуациях с девушкой с красивой и вам будет предложена ситуация из которой нужно будет правильно найти какой-то выход правильное решение если вы его правильно найдете круто если нет там будут мои комментарии почему это неправильно и не эффективно ситуации абсолютно распространенные эта игра вас вовлечет во вторых она вас научит таким интересным вещам как вести себя в той или иной распространенной ситуации с девушкой об этом чуть позже итак на смотрите первая ситуация допустим на сайте знакомств девушка пишет это все я взял из реальных вопросов реальных людей а какой у тебя рост вы какое-то время общаетесь в какой-то момент она такая пишет суша к у тебя рост там пишет например 172 она пишет о нет мне не подходит мне подходит рост от 180 я рассматриваю мужчину от 180 так как я сама 174 что ты ответил бы ей на это давай я предложу несколько вариантов первое типа то мной пошла ты второй вариант допустим я тебе что там конь что ли почему ты меня вообще измеряешь такое типа наезд некий да я тут параметрами должен измеряться и либо допустим ты ответишь послушай дай мне шанс давай просто увидимся дай мне шанс и я докажу тебе что мой рост на два сантиметра ниже тебя это не самое главное самое главное другое ну или что-то другое здесь по идее ты должен подумать здесь должна быть какая-то пауза но для того чтобы укоротить это видео можешь поставить на паузу сам подумать просто чтобы я ответил в такой ситуации это достаточно распространенная кстати фигня потому что они могут либо про рост либо что-то там про зарплату либо то есть как бы ключевая девушка говорит мне вместе это критерии вместе это параметры мне не подходит что ты будешь делать как ты вышли отреагировать я бы ответил что-то вроде ну как то вот так то есть смотри причем тут же и комплименты какие-то заложенные все ты мне показалось намного более интеллектуальной девушкой понимаю то есть я как бы делаю комплимент тем самым это манипуляция понимающий что рост мужчины это далеко не самый главный показатель на мужчина и качество мужчины измеряются другими показателями вот и можно оставить на этом она скорее всего спросит какими же а можно не ждать можно дописать что ты мы же оба с тобой прекрасно понимаем все это тоже опять же паратипы якобы ты же не дура что как бы качество мужчины определяется его жизненным опытом его внутренним стержнем его характером его поступками и самое главное его интеллектом и я бы еще потом добавил следующем сообщении что-то про секс про флирты ну зависимости от того насколько ваше общение до этого ваша переписка была близкой я бы написал что зато там троеточие у меня все в порядке с размерами это некий флирт и смайлики бы поставил я думаю что женщина бы оценила адекватность твоих доводов я думаю что она бы оценила твой вот этот флирт шутку такую про там вот но с другой стороны конечно для меня это говорит о ее бестактности и глупости недальновидности но неважно другой стороны может быть она там тебе чем-то приглянулась вот чтобы ответил я дальше следующая ситуация значит девушка тебе очень сильно нравится но перед свиданием она просит тебя вызвать ей такси как бы ты себя повел спроси себя значит ты не вызовешь так как это позиции снизу и означает прогнуться под нее кстати достаточно распространенный ответ ты же и при этом ты жестко скажешь ей то есть если ты хочешь если надо приедешь сама я тебе тут нету не доставщик не логист вот следующий вариант в зависимости от то есть твоя реакция будет зависеть от того как именно она скажет о том что ей хотелось бы чтобы ты вызвала ей такси третий вариант конечно вызову как бы она меня не просила потому что девушка очень красиво очень понравилось как бы и такие женщины как бы на дороге не валяются и это тоже вполне кстати довольно частый ответ и тут конечно же правильным вариантом будет следующий правильным вариантом будет отталкиваться от того как она это написала да потому что ну то есть вот этот пример который привел тигран на одном из наших тренингов практика то есть он говорит вот представь ты дал там человеку денег в долг вот и он такое говорит ну пришло время когда ты эти деньги должен забрать и вместо чтобы их привести тебе он говорит слушай приезжай ко мне там это я тебе хочу отдать деньги заберешь мне кажется это просто какое-то ублюдство или этот человек говорит так слушай дорогой я тебе тут должен да я готов тебе отдать я предлагаю тебе следующий приезжай ко мне возьмем делаем шашлычка винца возьмем там жена что-то приготовила посидим поболтаем пообщаемся ну я соответствие денежку отдам по сути это одно и то же то есть что там приезжай ко мне что тут приезжай к минус вопрос донесения принципиально разный как бы стиль донесения разный то есть поэтому одно дело если она говорит я никуда не поеду если не вызовешь мне такси вообще-то как ультиматум это одно если она говорит блин суши я же как ты и хотел между прочим на каблуках красивом платьишки блин ты же вызовешь мне такси может мне такси вызвать что я тут такая вся нарядная там тащиться куда-то самостоятельно неохота хочу тебя порад вот абсолютно разная форма донесения позиция снизу или сверху она как бы не отличается тем вкладываешься в девушку не вкладываешься ключевое это нормально что ты не нищеброд и ты как бы мужчина широкой души даке пожалуйста давай вызву но если она нормально об этом попросила ты можешь вызывать такси там дарить цветы не знаю все что угодно делать главное то есть в чем отличие позиции снизу что мужчины при этом не сближаются не умеют сближаться боятся не решаются главное чтобы ты не тупил и не торопился не обнук и не задерживался со сближением и принципиально важно не позволял никому не этой женщине никому-то другому нарушать твои личные границы залеза лазить твои рамки какие-то с тобой должны общаться уважительно это главный критерий те кто выбрал такой вариант я жестко там пошлю ее потому что я еще там таксистом ли кто-то еще давля ребят идите в жопу как бы мы и я и вы прекрасно понимаем тот факт что особенно кто это выбрал что если вы адекватные люди большинства из вас абсолютно как бы все по все хреново там на этом фоне данных в плане женщин не потому что вы пенлюсь потому что как у вас есть материалы вы нихрена не делаете как бы даже с бесплатными материалами и для вас это большая редкость если девушка красиво и нравится вы честно будьте с собой честные то есть вы скорее все там чуть ли не сами приедете в форме таксиста там лишь бы ее забрать а если ну есть два процента мужчин до которые скажут ну да типа того что там я принципиальный я не буду ну окей если действительно принципиальный то это но если у тебя нет там лишних там 300 или 500 рублей вызвать девушки такси то как бы это другое потому что по сути дела там привести вызвать такси своему другу в чем проблема то есть если у нас просит об этом нормально далее на свидании то есть перед свиданием да то есть она говорит скажи пожалуйста а куда мы пойдем такой вот вопрос от женщины значит ли это что ей важно именно место а не важно с кем идти если ты пригласишь ее погулять просто скажешь слушай а пойдем погуляем просто то она скорее всего откажется и не пойдет потому что ей плевать абсолютно на тебя на твою компанию ей важно выгулить себя в какое-то там дорогое престижное место и так формулировка вопрос все страна куда же мы пойдем что ты ответишь спроси себя еще вариант такой с хорошим человеком везде хорошо поэтому какая разница куда пойдем 2 ну там следующие ты выберешь какое дорогое там суперское место забранишь столсков конечно же суда ты ответишь что-то из серии главное никуда идти а с кем или уточнишь с какой целью она интересуется все так спокойно для начала да сша с какой целью ты спрашиваешь это для чего ты это спрашиваешь вот и обратишь внимание на то как она говорит какая интонация потому что опять же с чем это может быть связано сейчас расскажу и тут я вам задаю вопросы про свидание да но многие из вас действительно многие из вас у вас этих свиданий в принципе нет или она там одно в пятилетку там не знаю одно в год поэтому ребятушки если дело обстоит вот так то надо с этим что-то делать и делать с этим что-то срочно тоже это не жизнь когда у так живете но тем не менее как бы прежде чем я продолжу то есть причем вообще я отвечу чтобы я здесь сказал да то есть типа куда мы пойдем девушка спрашивает да то есть я бы действительно поинтересовался с какой целью ты спрашиваешь то есть возможно что ребят не надо смотреть так плоско и однобоко да возможно она херела и такая я не хожу в эти места я хожу только в эти там уже один отдельный скрипт общения может быть она говорит слушай мне я это спрашиваю потому что и женщины действительно часто так спрашивают то есть не все так плоско потому что она хочет понимать как ей одеться потому что одно делся вы пойдете в парк она оденет там кроссовки какие-то джинсы если вы пойдете куда-то в театр там или в ресторан она оденется там как-то по-другому поэтому если ты спросишь а зачем ты интересуешься где-то слушай ну мне надо понять как одеваться все ничего такого в этом нет но если ты не спросишь начнешь говорить о какая разница сразу вонять то есть как вниз почему что дешевле домкать долбоеб как бы я просто спросила потому что мне надо понять какой у нас сегодня вариант одежды вот и прежде чем собственно ящик еще одну ситуацию про отношения тебе расскажу как может быть все это действительно то с чем ты часто можешь столкнуться то есть значит еще раз у меня теперь есть канал в телеграме который я создал для того чтобы там обсуждать что-то там каждый из вас может выкладывать какие-то там свои успехи свои победы фотографии даже может быть без цензуры в некоторой степени ваши гениталии только не присылайте там можно будет комментировать что-то задавать вопросы общаться обсуждать какие-то темы я регулярно вместе с моими коллегами будут туда выходить там мы будем вести прямые эфиры с возможностью отвечать на ваши вопросы разбирать включать вас голосом беседовать с вами это очень ценная штука это аналог грамма которые ныне запрещено произносить всу и даже вот поэтому ребятушки там внизу есть ссылка залетайте туда обязательно подписывайтесь на мой канал в телеграме самое главное что я для вас приготовил то есть я для вас приготовил игру совершенно бесплатную очень крутую то есть она займет у вас там порядка двадцати минут наверное времени то есть там есть семь вопросов вы а к это все происходит в боте в телеграме вы окажетесь в семи ситуациях с красивой девушкой разных там во время знакомства на свидании где-то еще в отношениях то есть переписки и эта игра про женские манипуляции про женские проверки она будет такая интересная потому что вопросы непростые но очень распространенные ситуации там надо будет подумать потому что от того умеешь ли ты распознать это манипуляция вообще или просто женщина общается с тобой по-доброму и умеешь ли ты утилизировать эту возможную манипуляцию от этого зависит очень много и не просто там наличие или отсутствие секса в твоей жизни от этого зависит вообще твоя будущая жизнь качество твоей жизни потому что это отношение это семья если там все херово и тебе не хочется возвращаться домой и потом развод там дети и прочее то это очень все плохо и печально и трагично для этого я создал эту игру который то также можешь там получить совершенно свободном доступе ограниченное количество времени буквально три дня и там подержу чтобы люди пришли на канал и сыграть в нее проверить свои силы свой скилл свой опыт насколько ты умеешь хорошо взаимодействовать женщин и еще одна ситуация значит про отношения о чем говорит фраза внимание да когда девушка в отношениях подходит тебе все у вас все закончилось типа она говорит ты знаешь мне нужна пауза в наших отношениях мне нужно побыть одной очень такая неприятная херня эта фраза значит говорит о том что человек я не буду давать тебе здесь вариантов я тебе скажу просто свое мнение эта фраза говорит о том что человек но женщина уже скорее всего все решила раз она так говорит что тебе с этим делать тебе надо здесь и сейчас в моменте понять и определиться если конкретная причина у нее так говорит если причина есть допустим ты изменил ты бухал и никак не можешь завязать ты там что-то накосячил очень серьезно и она совершенно справедливо имеет право на то чтобы сказать тебе слушай мне нужно короче застопориться уйти в себя подумать и вообще принять какое-то решение вот здесь нужно паса с твоей стороны нужно подумать можно ли вообще что-то сделать можно ли что-то исправить и самое главное как это исправить но если конкретной причины никакой нет просто вот не без какого-то повода она такая все мы ссоримся что-то еще там постоянно ругаемся и она говорит мне нужна пауза в отношениях то скорее всего все . это переводится как я ухожу возможно просто я не хочу тебе это говорить жестко прямо и в лицо я решила сказать вот так значит она уже свое решение приняла вот тут еще раз да вполне логично что если есть косяк женщина имеет право взять паузу это естественное желание и она будет решать от себя ты будешь решать от себя может этот косяк исправить если нет конкретной причины еще раз то пытаться ее там уговорить останься пожалуйста это унизительно бесполезно и если даже она вернется то эти отношения будут такие где ты будешь в позиции просящего заслуживающего и она соизволила передумать вот зачем ей пауза если ну то есть она что что она хочет все обдумать если допустим причины нет она в чем-то сомневается если она уже в тебе сомневается значит она сомневается в тебе как в мужчине как в лучшем мужчине ее жизни и значит то есть сомнение значит это уже не так поэтому имей собственное достоинство и она может это говорить потому что она приняла решение уйти еще раз значит у меня появился канал в телеграме ссылка здесь под видео и у меня есть для тебя специальная онлайн игра в телеграме бот это не просто игра для дебилов когда ты играешь там в танчики в машинке и в какой-то херню и деградируешь эта игра некая игра тест игра опросник где тебе будут предложены 7 разных ситуаций в которых ты неминуемо можешь оказаться в жизни половине из них точно и скорее все ты уже оказывался даже и нужно будет правильно выбрать вариант ответа как бы ты поступил а далее будет мое голосовое какое-то обращение после каждого вопроса где я голосом с тобой пообщаюсь прокомментирую тебе как бы эффективен тот вариант который ты выбрал или не эффективен внимание это все ограниченное количество времени ссылка здесь под видео каждому собственно говоря участнику это доступно каждому подписчику каждому зрителю вот это был шамшурин пиши в комментариях что-нибудь хорошее может не очень хорошие все пока